это новости проснешься с утра а по новостям эпидемии гриппа кто-то там кого-то убил прямо перед школой нашли тело футболиста в воде еще капец но все мои зрителям пламенный привет вы на канале дневник мил фри но я мил фри но этому дневник сейчас 8 часов утра мы едем в школу еду на собеседование и конечно же я дело сережки которыми подарила бабушка жужуки а то спросите потом которые приносят мне удачи посмотрим принесет ли мне принесут ли они мне удачи сегодня в девять часов на собеседовании на самом деле это такая работа я уже высадила деток где нужно выглядеть неплохо у меня сегодня получилась такая ночь к не очень во первых меня сначала разбудил кот я его выпустил потом собака начала гавкать я выходила посмотреть что там а потом жужука закончил свои дела и лег спать очень поздно я честно говоря даже не смотрела на время это чисто психологический факт потому что если бы посмотрела то я бы знала что там допустим уснула в три часа ночи мне было бы тяжело а так я не знаю сколько времени было единственное что знаю что он пришел и холодными руками это меня взял выхапку если так сбесила блин и кто я заснуть не могла я пошла я нашла новый способ валерьянку в капельках не в воде развела а под язык покапала немного и уснула в принципе вот но как бы штука такая что я уверена на сто процентов что мне нужно будет потом выспаться то есть когда приеду со встречи я лягу и посплю и хорошо что встреча в 9 часов утра потому что с каждой с каждой минутой из бессонной ночи лицо будет все больше и больше спадать то есть я буду выглядеть все ужаснее и ужаснее поэтому я очень рада что это в 9 утра я смогу как бы я пока его держу знаете фейс мимикой такая стоит а подкачала себе этот подбородок по утра такая потом там глаза этот бинокль сделала короче подкачала это все будет держаться еще где-то часик и все и потом я буду начну засыпать и голова будет плохо варить поэтому это хорошо что сейчас девять часов утра с делами быстренько раздела сейчас меня быстренько возьмет работу я вернусь домой и посплю а ведь и говорят раком типа давайте это дерзайте потому что то что сейчас вам выпало там долго не продлится поэтому прямо сейчас дерзайте я дерзаю смотрите еду я приехала еще осталось 15 минут до встречи есть возможность попить кофе есть люди которые любят заранее приезжать чтобы да там осмотреться вокруг и еще что-то а я наоборот люблю приезжать вот именно в минуту в минуту ко мне нет времени думать способные на это или не способна как все пройдет кстати вот просто приехала пошла сделала дела так целых 15 минут есть почитаю комментарии в ютюбе все не за фигню какую-то вы стали я даже не поняла я когда выезжала не видел никуда журнал вставили прямо впереди то что мою машину загородили не выпускали меня короче ребятки это называется ажиос давай крутим он вот не знаю вот это я или не вы круты потому что мы пока анкеты заполняли то вопросы задавали на всяком на английском на русском а я знаете вот когда выспались хорошо так хорошо говорю на английском когда они выспались плохо но сегодня говорила нормально наверное еще пока действие эффект того что я проснулась с утра рано и быстро все у меня двигалась все прошло хорошо короче ребята я думаю что меня взяли посмотрим я знать куда еду я еду в теннисный клуб потому что сегодня уже жуки с утра тенниса после обеда работа и я решила заехать посмотреть на него как он играет в теннис и заодно выпить чашечку кофе почему нет кстати говоря жить на лазурном берегу это значит говорить по-английски если ты хочешь работать ты должен говорить на английском языке потому что даже уборщицы они набирают обязательное требование это английский язык поэтому я благодарна богу что когда-то я не говорила на французском языке и сможем и говорили исключительно английском языке база остается понимаете ты ее никуда уже не денешь конечно надо мне потренироваться немного там фильмы какие-то посмотреть на английском языке почитать немного или может быть даже в машину загружу после того как дослушаю эту долбанную книгу 7 навыков высокоэффективных людей потому что я никак не могу до ее дослушать я просто хочу понять почему она такая популярна если в ней просто какая-то вода и тяжелый язык вот и потом я наверное загружу себе какой-то английский за рулем или знаете более продвинутый уровень потому что у меня как бы база есть я не говорю по-английски как как англичане то есть без какого-то там сверхъестества но говорю достаточно неплохо то есть объясниться могу но не профессионально не хотелось бы там стоять и как дурна там hello everybody come on everybody так что подучу немного английский язык ладно я приехала уже в клуб теннисный поеду к мерчатам жу-жука делает это сабин она их тут надрючивает хорошенечко так это самый крутой тренер вообще здесь это же жука самый крутой игрок это вот где подождите это самуэль который работает в теле мажистике это жу-жу-жу который у которого бутик биждерий на круизет на армия игроков таких посидим посмотрим это наш даниэль 78 лет даниэль а он опять себе купил тур в таиланд на целый месяц знаете чем он занимается ему 78 лет кода да 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 он сразу поднял цены на кофе раньше 60 центов было сейчас 70 видимо деньги ему нужны даниэль это человек который раньше работал на почте а потом ему отдали вот этот вот клуб потому что по идее этот клуб ты не знал даже почте и он как бы заведует этим клубом а каждый видео он уезжает на целый месяц в таиланд отдыхать на целый месяц там у него уже даже есть постоянные его подружки которые его ждут так что ему жена не нужно он сказал что он и так себя хорошо чувствует как сделать без сахара сахара взяла свой кофе еще раз убедилась в том что он на гениальный сын он и мне положил печенёшку поэтому мне просто еще 30 минут его ждать поэтому вот печенёшку такой вот но переварит мой организм тут 30 грамм всего лишь жутких углеводов грамм всего лишь жутко и а а и и и и и а и 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 а и 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 очень известная в россии есть такие деревья точно здесь растут ягоды сейчас поем капусту с яйцом и спать пойду а это вот обратная сторона медали когда ты именно не ходишь на работу каждый день а все эти как-то выборочно 2 часа например проспала вчера же жука он как бы услышал что я завтра рано встаю до завтра детей отведу в школу отлично я посижу поиграю в игры тогда попозже лягу спать в результате он попозже ляг он ляг но попозже лег меня получается мне не дал нормально поспать и в результате вот такая вот плохая ситуация что я два часа сейчас проспала потому что в принципе я вчера легла нормально было даже 11 не было и вот я думаю вот если вы например мы оба работали в одно то же время то вставали да как то чтобы на работу на такой график был проснулись хоп и побежали по работе конечно таких бы случаев у нас не было но к сожалению все не так и более того там и я и жужук мы стремимся к тому чтобы не ездить на работу каждый день например да и ту работу которую я хочу она вообще предполагает работу там 1-1-2 недели в месяц потому что я до сих пор верю в то что мои проекты сработают вообще загадками какие-то говорю знаете только пищенко будто не знаю какие-то у меня секреты то есть никаких не секретов нету куда я хочу пойти работать если знаете здесь у нас очень часто проходят различные выставки я подумал если я подработаю свой английский язык то в принципе я бы могла один раз в месяц участвовать в как хостес на этих выставках ну вот сейчас я ездила например для того чтобы меня взяли на каннский фестиваль и меня взяли я очень давно этого хотела потому что 10 лет я здесь живу 10 лет думаю неплохо было бы там поработать но как-то не приходилось не было у меня такой возможности вот но параллельно если знаете мне есть несколько проектов которые находятся сейчас дома но первое я до сих пор жду что там будет скрипт деньгами я пока знать приостановила деятельность так но есть и творческие проекты 1 самый большой творческий проект это мои дети я их родила я их и воспитаю ну вот и по графику я аж мать мне бы все таки хотелось немножко заниматься с детьми мне очень нравится если ты у кого вырос и он теперь мальчик взрослый иногда когда пришла порисуем там или попоем не знаю ли стихи порассказываем то ему этого не совсем интересно а вот линочка ей все это интересно она хочет этим заниматься и я пользуюсь моментом ну ладно и такое отступление но есть и мои кое-какие проекты первый проект я все-таки до сих пор сколько лет я говорю себе об этом я хочу зачем ты мне тапочка принесла что хочет тебя проснулась сейчас я договорю на камеру и потом нет-нет-нет накрывать нельзя я все-таки мечтаю дописать книгу у меня начало есть если бы это было просто одна книга можно было бы сказать что это какое-то там не знаю помешательство на самом деле у них много то есть истории самих много но руки до них не доходят ну и затем у меня до сих пор русско-французское культурное отношение в голове и есть идея очень интересного сайта но опять же сама я здесь не могу здесь мне нужна помощь жужуки то же самое делать сайты тем более по новым вот этими технологиями я не умею кроме если язык пешпи еще как-то с горем пополам там что-нибудь могу нарисовать написать то новые эти штуки я не умею которые там с телефонами вместе могут сайты как сказать блин я только проснулась меня можно простить вот потом вот когда вот такие вот всякие проекты плюс у меня касательно французов есть очень очень интересная задумка но вот это я уже делаю и то есть показать презентовать смогу через несколько недель если ничто мне не помешает я считаю что в принципе если вот таким вот образом я буду работать там один или два раза в неделю то меня это устраивает наверное это именно то что я сейчас ищу и не больше не меньше но настроиться на вот это да чтоб не делать так как сегодня что я рано проснулась детей развела по делам съездила потом хоп и уснула вот это тоже не плохо не хорошо так что простите за зимоту буду пить кофе и смотреть что у меня там в планах написано потому что у меня еще есть планы какие-то телефоне записаны и кажется много потому что я отставала в 5 в эту неделю всю и на пятницу себе кучу нагрузила аня запятая ты где-нибудь видела марли в продаже во франции вопросительный знак можем тебя есть те кто пришел со школы есть те кого принесли это блин все в кучу небольшие проблемы в семье надеюсь что быстро все решится но в семье в смысле не здесь и не небольшие проблемы в семье плюс принес свой бюллетень который мне не нравится раньше у него по всем предметам было как-то сказать лучше чем могло быть а сейчас есть некоторые даже не очень хорошие оценки в чем прикол что случилось леночка просто рассказывать что она сегодня ела в школе давайте послушаем тертая морковь серьезно мидии у них были мидии что это макароны и и мясо и мясо и мясо ты точно уверена что это мясо потому что на кароте а это была морковка это было не мясо это была морковка окей к тому же на десерт сыр макароны 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 шоколадный флан макароны а слушай ну ничего себе вас там кормят у тебя должно быть большое пузо макароны а ты все не съела многое слишком было да макароны 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 она не хотела но очень плохо пахнет макароны пахнет хлеб сыр флан шоколадный офигенно макароны 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 вкусно было да макароны 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 когда мама устала и не очень хорошо себя чувствуют то в семье происходит вот такие вот ужиной. Сегодня просто какие-то бутерброды с срывой красной. Все. Накрывать на стул не буду. Пусть играют в игры, я спать пойду. Понравился наш канал? Не забудь подписаться и жми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Субтитры подогнал «Симон»